Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Сербию все больше охватывает миграционный кризис. Балканская страна оказалась одним из самых популярных перевалочных пунктов среди незаконных мигрантов на пути в Евросоюз. Местные власти бьют тревогу. Подробности далее. Стихийные палаточные лагеря беженцев с Ближнего Востока теперь обычная картина для севера Сербии. Этот район у границы с Венгрией – место притяжения для десятков тысяч незаконных мигрантов. Здесь граждане Сирии, Афганистана и других стран делают последний рывок на пути в Шенгенскую зону. Я поеду в Венгрию, потом в Австрию, потом в Германию. Я хочу поступить там в университет. Эти люди бегут от войн, бедности и политической нестабильности. Большинство проводят в дороге по несколько месяцев. Медицинскую помощь беженцам здесь оказывает организация «Врачи без границ». Наиболее часто встречаются заболевания органов дыхания, инфекции желудка, травмы костей и усталость от долгого путешествия. Днём беженцы отдыхают в тени деревьев. С наступлением сумерек отправляются к границе с Венгрией. Если им удается перебраться на венгерскую сторону, то они оказываются в шенгенской зоне, где между странами границ не существует. В первую очередь они направляются в страны Северной и Западной Европы. Это Германия, Австрия, Швеция, Норвегия. Некоторые направляются в страны Бенилюкса – Бельгию, Голландию и Люксембург. И ещё небольшая часть – Великобританию. Впрочем, в скором времени Венгрия может стать более закрытой для мигрантов. Месяц назад Будапешт начал строительство стены на границе с Сербией высотой 4 метра и протяжённостью 175 километров. Это означает, что Сербия может превратиться из транзитного пункта в место концентрации беженцев. Ежедневно сюда и соседней Македонии прибывают около тысячи мигрантов. Я боюсь, мы столкнёмся с гуманитарной катастрофой. Тысячи человек, желающих покинуть Сербию, физически не смогут этого сделать. Кроме того, страна не справится экономически. Уже сейчас на поддержку мигрантов на севере местным властям приходится ежедневно выделять по 15 тысяч евро. В Ираке решили восстанавливать древние памятники, разрушенные ИГИЛ. Власти, захваченного затяжным вооружённым конфликтом государства и ЮНЕСКО, заключили соглашение о начале работ над археологическим памятником Самара, который был частично разрушен террористами. Финансированием проекта займутся местные власти, выделят необходимые средства из бюджета провинции Салах-1. Это 850 тысяч долларов. Реализация начнётся с реставрации 1200-летней мечети и минарета Аль-Мальве. В ближайшие месяцы международные эксперты проведут оценку состояния памятников при содействии архитекторов, археологов, инженеров и других специалистов. Во Львовской области в пункте пропуска Шегини перехвачен груз контрабандного янтаря вес 150 килограммов. Об этом сообщает Госпогранслужба. О готовившейся попытке незаконного вывоза камня из Украины пограничники знали заранее. В ходе досмотра двух автомобилей с иностранной регистрацией пограничники нашли в багажниках мешки. В них и находился необработанный янтарь. За рулём автомашин были жители Львовской области. Зарегистрировать в МРЭО авто с пробегом можно через интернет. IT-волонтёры запустили на портале Айгоф самовостребованную государственную услугу вместе с руководством ГАИ и МВД. В сфере регистрации автомобилей коррупционный оборот эксперты оценивают на уровне полумиллиарда гривен в год. Услуга, которая позволит с этим бороться, пока работает в пилотном режиме в Киеве и Днепропетровске. Чтобы зарегистрировать авто с пробегом через интернет, нужно заполнить короткую форму на сайте и выбрать желательное время и дату визита в МРЭО. Оплатить можно заранее в любом банке. Затем нужно приехать в МРЭО с авто и необходимым пакетом документов. Там проходит осмотр, проверка документов и, наконец, выдача новых номера и техпаспорта. Каждый шаг в процессе регистрации будет иметь четкий тайминг. Сейчас взятки вымогают за то, чтобы скорее провести заявку. Без денег приходится ждать днями. И еще один повод вымогать деньги у граждан – якобы отсутствие номерных знаков или бланков для техпаспортов. В будущем будет вестись их учет, а пока эти причины отказа будут фиксировать и анализировать. Экипаж МКС дал интервью из космоса. Астронавт НАСА Скотт Керри рассказал, на Международной космической станции пробудут не полгода, а целый год. За это время ученые изучат, как человеческий организм переносит длительное пребывание в космосе. Я не ощущаю боязни от замкнутого пространства, но есть определенное чувство потери свободы. Здесь ты вынужден придерживаться строгого графика. Нет возможности прогуляться, походить по траве, поплавать или принять душ. Есть некоторые трудности, но, с другой стороны, это потрясающее место, и мы получаем удивительный опыт. 10 августа астронавты совершат выход в открытый космос. Они должны будут очистить иллюминаторы МКС и собрать результаты экспериментов. Скотт Керри рассказал, что активно пользуются интернетом и публикуют сделанные снимки в социальных сетях. Что касается фото и всего другого, что я публикую, мне это нравится, и это помогает мне держать связь с людьми, с Землей. А люди внизу могут увидеть прекрасные вещи. Под нами проплывает Земля, мы над Тихим океаном. Мы смотрим с высоты 250 миль, и вид отсюда всегда потрясающий. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов. Всего доброго.